Решила перебрать шкаф. Постельная, там самая верхняя, это у мужа полка, потом идут простыни с пододеяльниками. Тут вот у меня стопочка детские простыни, пеленочки, наволочки, там одеяло запасные, пледики. Тут шторы, сейчас буду еще дальше перебирать, все улаживать. А то опять все перекопали и все вот опять, как всегда. Шкаф старенький, но вместительный. Сейчас буду еще перебирать, смотреть куда что положить. Постельного мало совсем стало, что-то много так повыкидывала. И что-то смотришь, вообще почти ничего постельного-то и не осталось. Что-то все выкидываешь в старье, которое совсем страшно, уже все выкидываешь. И поэтому надо, наверное, прикупить еще постельного. Тут вот у меня две старые тюли, там дети порезали их. Но их можно еще обрезать и сделать на кухне тюльку и мальчикам в комнату. И шторы, вот все, что у меня какие есть. Подумаю, раньше весила, сейчас что-то не это. Вообще хочу шторы не весить на двери, да что, как думаете? Напишите в комментариях, буду ждать. Ладно, дальше прибираем. Всем доброй ночи, дорогие друзья. У меня время час ночи, почти без десяти час. Я хотела поотвечать на некоторые ваши вопросы по поводу последнего видео, где вы видели примерку. Сразу говорю, вот это платье я заказываю чисто для дома. Мне нравится дома в таких вот коротких, можно сказать, свободных ходить. Оно на мне нормально сеет, как я посмотрела. По поводу бордового платья длинного, первого самого. Да, я понимаю, что оно мне сильно в обтяжку. И я его продаю, и зеленое продаю. По поводу того, что вот Настя добралась до денег и покупает себе одежду. Знаете, ребята, вот я расскажу предусловие, почему я стала покупать себе платье. Я пытаюсь, по крайней мере, подобрать себе платье и юбки. Мы как-то шли с дочерью, и она говорит, мам, смотри, как на тетеньке хорошо платье сидит. А потом задает мне вопрос, а почему ты постоянно в штанах ходишь? На что я ответила, я говорю, так у меня ничего такого-то и нет на выход. Никаких платьев, никаких юбок у меня всегда. Я всегда в штанах хожу. Ну вот знаете, она мне такая говорит, мам, ты как мужик. Это меня задело. На что я ей сказала, давай бы вместе подбирать. Ай, Ванечка приснулся, маленький мой. Ложись. Все, ложись. Мама потеряла. Пришел к маме спать. На что я ей сказала, говорю, давай вместе подберем, потому что я как-то с платьями не очень дружу. Ну, а она все-таки уже помолодежнее знает, какие платья можно подобрать. И мы стали с ней выбирать платья. Она вот смотрит, говорит, мама, вот это вот на тебе будет красиво сидеть, вот это будет красиво сидеть на тебе. Заказываем мы. Ну, вот как вы видите, что пока ничего такого подобрать мы не можем. Да, мне удобнее в штанах ходить, мне в платьях тоже неловко. Но вот дома я хожу, но на выход в платье это что-то с чем-то и... Я хотела какое-то вот такое, как бордовое платье, расклешон, когда мне цвет понравился. Но вот я еще хотела бы вот точно такого же формата, только голубенькое. У меня есть одно голубое, но оно мне тоже очень сильно в обтяжку. Я как-нибудь его одену, вам покажу. Я даже его нынче надевала на мероприятие. И так, мне неловко было в нем. Я постоянно его дергала, мне все казалось, что оно сильно задирается. Ну, вот мне неловко в такой одежде. Юбка, юбка мне понравилась. Меня спросили, почем я покупала эту юбку. Стоит она... Покупала я ее за 401 рубль. Во, как раз тут сайт открыла. Бордовое платье брала за 735 рублей, а зеленое за 710 рублей. Блузка, блузка мне тоже понравилась. Майка, это как футболка такая, тоже мне очень понравилась. Но она и недорогая, она 300 рублей стоила, поэтому я... Ей довольно осталось. Вот мне понравилось вот это вот платье для дома. Оно, знаете, такое легкое. И к телу прилежит прям идеально. Для дома самое то. Оно не мешает нигде, никак ничего. Не стесняет мои движения. Поэтому вот так вот. По поводу футболки, юбки я тоже осталась довольна. Это мне тоже понравилось. Потому что и юбка на мне свободно сидит. И она не мешает ходить. Я пробовала, походила в ней по дому. Футболка тоже прилежит хорошо. И доча сказала, что мне этот цвет к лицу идет. Поэтому футболка тоже остается. Но два платья я продам. И тем более у меня уже нашелся покупатель на них. Она смотрит мои видео. Она моя подписчица. И она мне сама написала. Она спросила. Я ей сказала, если хотите, я перепродам свои. Ну, чуть-чуть подешевле. Потому что я их померила все-таки. И поэтому вот так вот. И тут какой-то... Вот не могу найти комментарий по поводу работы. Вот Настя денег добилась. А потом будет устраиваться на временную работу. Мол, кондуктором. Вот не могу найти этот комментарий. Найду. Обязательно вам скрин оставлю. И хотела бы сразу ответить. А что, кондуктора-то не люди, что ли? Мне нравится. И да, я работала в том году кондуктором. Я осталась довольна. Я бы с радостью сейчас пошла, если бы они меня позвали. Вот прямо сейчас бы встала и пошла бы работать кондуктором. Мне нравится эта работа, потому что это общение. Мне этого общения не хватает. Из того, что я постоянно нахожусь с детьми, я никуда не хожу. Мне этого общения очень сильно не хватает. Со мной тоже никто у нас тут на нефтяниках не общается. В основном, ну так, подруги звонят, общаются. А так мы никуда, я не хожу. Не по гостям. Никак. Это вот сейчас подруга с Перми приехала. Она ко мне приходит в гости. Мы с ней вот сидим, общаемся. Разговариваем. Давно не видалися. А так вот в целом. Я же никуда не хожу. И поэтому, если меня даже позовут кондуктором, работать я с радостью. Соглашусь и с радостью пойду работать. Я не понимаю, почему вот люди так вот написали про этих кондукторов. Да, я работала. Я не стыжусь этого. Дорогие друзья, я еще работала и нянечках в первых яслях. Я работала их охранник. Ну, можно сказать, охранник, да? На воротах стояла в ДРСУ, когда у нас еще тут ДРСУ было. Я работала и на комбинате в РСЦ техничкой. И нисколько этого не стесняюсь. Я не понимаю, что в этом такого. Да, я даже полы мыла, ребят. Представляете? Я не боюсь работы. Вот некоторые пишут, вот она боится работы. Она никуда не идет, не работает. Да блин, да потому что многодетных женщин не хотят брать на работу. Они видят много детей. Это подразумевается то, что будут больничные. Это всяко-разно будут больничные. Потому что дети с детьми все равно, особенно если маленькие дети, то это всяко-разно будут больничные. Я когда устраивалась в том году кондуктором, нас сразу сказали, что желательно без больничных. И я без больничных все лето проработала и даже с температурой на работу ходила. Потому что я хотела идти на эту работу. Если бы меня постоянно, постоянку позвали бы работать кондуктором, я бы с радостью согласилась. Я не понимаю, почему. Я найду этот обязательно сегодня комментарий и сделаю или фото, или скрин. У меня просто вот почему-то этот комментарий зацепил из-за этой вот работы. То, что вот она не хочет работать. Да, она даже и не ищет работу. Ребята, я ходила, подавала резюме, ходила и в Фикс Прайс узнавала, и в Магните узнавала. Ну, там смотрят, что вот у меня дети. И все. И сразу я онлайн подавала через интернет в Пятерочки. В Магнит тоже подавала. И еще в нескольких, не помню название. И тоже там вот просят скрин фотографии детей. Ну, скрин детей на паспорте. И сразу пишут, что мы вам перезвоним. И все, и тишина на этом. Никто не звонит, никто не отвечает. Честно, уже, знаете, понимая, что никто тебя не возьмет на работу, из-за этого на душе даже как-то не так становится. Но я не отчаиваюсь, нисколько не отчаясь. Я надеюсь, что я когда-нибудь все равно устроюсь на работу, на которой мне будет по душе. Поэтому нисколько не расстраиваюсь. Сегодня я занималась шкаф, перебирала вот этот вот сзади, который у меня висит. Стоит, висит, стоит, говорю. Ванечка что-то заплакала, уснул. Подруга сегодня приходили в баню, мылись оттуда. Девочки у них сегодня, ну, той ночью вот ночевали. Подружки две. Они сами с Перми, также наши подписчицы. А сегодня они ушли домой, потому что я всю ночь их не могла уложить спать. Они всю ночь хи-хи, ха-ха. Это что-то с чем-то было. Я не выспавшись была. И сегодня целый день на ногах не выспавшись. Конечно, состояние было не очень. Сейчас вот мышенька достирается. Еще одну поставлю стирку и лягу спать. Завтра утром рано поеду к женщине. Отвезу платье, посмотрим, возьмет она их или нет. Дорогие друзья, желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения, всего-всего самого хорошего. Главное, берегите себя, берегите свое здоровье. Для нас это и для женщин самое главное. И для наших детей это тоже самое главное. Будет здоровая мама, значит будет все. И всем хочу сказать пока-пока. Продолжение следует...